Аким Астаны сегодня сделал любопытный и весьма странный отчет. Рассказывая журналистам об успехах столицы, он провел очень некорректное сравнение. Бахт Султанов считает большим успехом рост средней заработной платы до 230 тысяч тенге с 10 тысяч, которые горожане получали 20 лет назад. К чему такое сравнение и согласны ли сами останичане с размером среднего дохода, расскажут наши корреспонденты. Бахт Султанов подвел итоги работы за прошлый год и все юбилейные 20 лет столицы. Несмотря на то, что в крысе Акима Астаны бывший министр финансов всего 4 месяца, он с уверенностью заявляет об успехах. Территория города увеличилась в 3 раза, объем построенного жилья в 19 раз. Население выросло более чем в 4 раза. Если 20 лет назад средняя заработная плата не достигала и 10 тысяч тенге, то сейчас она превышает 230 тысяч. По данным комитета статистики, оклады в столице одни из самых высоких по Казахстану. Больше только в Атырау – 310 тысяч тенге, а на третьем месте заметным отставанием – 197 тысяч тенге Алма-Аты. Самим жителям Астаны названная сумма не кажется достоверной, но больше всего смущает корректность такого сравнения. Тут даже сравнение не подлежит. Не стоит даже сравнить то время и сейчас. Сейчас действительно рынок очень… Сами уже видите вокруг, все подорожало. Учитывая инфляцию, это, скорее всего, не заслуга, а, скорее всего, наоборот. Поэтому я не думаю, что стоит сравнивать эти две цифры. Цены растут быстрее, чем заработка. Хлеб и молоко – до сих пор самые востребованные продукты. Чуть больше 20 лет назад, в 1998 году, за буханку хлеба я бы заплатила 35 тенге. А молоко тогда стоило примерно 40 тенге за литр. При этом самая ходовая марка бензина АИ-93 стоила всего 26 тенге за литр. А курс тенге к доллару составлял 78 к 1. В архивных источниках Комитета статистики зарплата астанчан в 1998 году составляла около 13 тысяч тенге. За эти годы она поднялась 18 раз, но ведь не стояли на месте и цены на товары и услуги. Поэтому вполне очевидно, что особо гордиться нечем. Да и бывшему министру финансов должно быть зазорно оперировать такими данными. Было бы куда полезнее сравнивать наши показатели с развитыми европейскими странами и стремиться достичь их.